Всем привет! Добрый день! Меня зовут Ван Бу. Выпуск ККФУ. Я хотела сегодня с вами поговорить о китайском. Это Weibo и WeChat. Это очень поприятный в Китае. Сейчас можно? Зачем мы используем Weibo и WeChat? Потому что это три плюс. Первый – бесплатный, используем сетями и концептами. Ну, типа это бесплатный. А, хорошо. Еще это эффективный способ набор ребят в Китае. Третий плюс – это контактное, живое общение с студентами. Просто я потом все вам расскажу. Сейчас это WeChat. Всего это 600 миллионов пользователей WeChat. Это по приятности в 200 странах мира и поддержка на 20 языках. Это Weibo. Это чуть-чуть поменьше использования пользователей. Где-то 400. Это по приятности только на территории Китая. И поддержка только на китайском и английском. Это WeChat. Я зарегистрировал КФУ. Это тут по-русски все есть. Контакты у меня. Тут всего 522. Которые более давательные. Это чат. Смотри, это запись. Тут можно микром делать. Еще это размешение микрома. Размешение пухлетов. Еще это новости. Все можно делать. Мы сделали WeChat только в прошлом году. Сейчас уже получили либературу 522. Короче, вот это плюс. Это WeChat. Размешение микрома и новости. Сейчас я вам все покажу. Это Weibo. Weibo. Мы зарегистрировались в феврале 2015 году. Всего это пользователи 271. Мы через это Weibo. Набор ребят где-то 30. Через Weibo нам дали это заявку. Тут я хочу сказать внимание на это Weibo. We это значит, ну, это Weibo. В Китае любой человек может на это зарегистрировать. Ну, зарегистрировать. Любой человек может. Но чтобы получить это Weibo, значит, это официальная организация. Значит, у нас это официальное такое Weibo в Китае. Чтобы получить это Weibo, надо обращаться с компанией Weibo. Вы туда писать письмо и документы, печать поставить. Официальное такое. Вот Weibo. Тут как WeChat, по-моему. Но тут можно поставить это видео по этому унистету. У нас тут видео можно положить. Еще это микрома. Еще это буклет. Вот тут уже этот чат. И можно это, ну, отвечать вопрос на вопрос. Просто это, как вам сказать. Вы сами знаете, в Китае там ребята мало это учают русский язык. Чтобы они прямо к вам общаться, писать письмо. Это очень сложно. Еще это, хотя бы, английский тоже не очень. Поэтому вы хотите с Китаем работать, пусть так, ну, зарегистрировать, ну, зарегистрировать. Сделайте онлайн отвечать вопрос, чтобы ребята правильно получили информацию именно из вас. Если у нас ребята, у нас ребята, например, за границу учатся, например, в России, попозже все через это агентство либо последник. Например, последника. Если это ребята, если это последника с МГУ либо с кем это отношение хорошее, они сразу это советовать туда ехать мне к вам. Поэтому это очень важно, чтобы ребята в Китае прямо получили информацию и прямо это вы отвечали. Вот. 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 Смотрите, тут. А? Вот тут, ребята, каждый день. Я сейчас, ну, я сейчас только за КФУ работаю, за КФУ работаю. Вот, ребята, каждый день у меня спросите, что там КФУ там как? Сколько стоит это за учебу? Сколько это за это проживание? Город как? Ну, я постоянно отвечаю на этот вопрос. И все. Мы это заканчиваем. Вопрос есть у вас? АПЛОДИСМЕНТЫ Я немножко прокомментирую, друзья. То есть, когда у нас была проблема привлечения студентов из Китая, возникла большая проблема вот незнания языка. К сожалению, даже если привлекать на работу человека со знанием китайского языка, в любом случае, как бы, всегда, ну, язык сложный. Поэтому у нас возникла идея, когда мы съездили в Чехию в прошлом или позапрошлом, в 14-м году мы были в Чехии, если я не ошибаюсь, да, по программе 5 ТОП 100, нам как раз-то там и огласили. Если хотите работать с Китаем, то есть залезайте в китайские сети, в Weibo, WeChat, Q. До этого времени мы не знали. И, соответственно, научившись этому, у нас вот благо есть OneBo, он нам это очень хорошо поддерживает данную сеть, ежедневно общается. Вот у него даже мобильный без конца, как говорится, это не умолкает. Вот город студент написал, вот город опять пишет. Непосредственно мы его снабжаем всей рекламной продукцией, он все это, всю деятельность, все видео, которые у нас есть на нашем сайте, он все это перекачивает с нашего официального сайта на Weibo, все это линки передает на WeChat. То есть эффективность реально колоссальная, большая. Выхлоп есть, если хотите работать с Китаем, мы советуем вам залезать в эти сети. Насчет Weibo он говорил, да, действительно, мы делали официальное письмо. Спасибо OneBo. Он нам достал регистрационные формы компании Weibo. Мы все заполнили согласно требованиям. Поставили им там печать и штампы, как им это положено было. И, соответственно, он это все отправил туда, в Китай. И буквально в течение месяца мы получили вот эту галочку We. То есть это означает, что вы официально зарегистрированы, получили доступ в государство Китая, что ли. Как-то вот так вот. Спасибо OneBo. Спасибо.